Особое мнение на 101FM Одна из главных и обсуждаемых Это появившиеся в городе докхантеры Которые убивают собак Причем как бездомных, так и хозяйских Собаки едят либо мясо, начиненное иголками Либо какие-то отравленные куски мяса Выкидываются в городе Вот вас, как человека, может быть, как депутата Хочу спросить Насколько, на ваш взгляд, актуальна эта проблема В Кирове можно ли что-то сделать для того, чтобы пришить ее? Это безобразие, конечно, можно сделать Это великое безобразие Как это такое отношение к животным Значит, у людей отношение к другим, так сказать, людям Такое же отношение К животным, как и к людям, надо относиться бережно, спокойно И, в принципе, их любить и уважать Но не так, как это мародерство, с моей точки зрения То, что сегодня происходит в этом направлении Это в какой-то степени бизнес Вот Почему? Потому что выделяются в определенной степени Небольшие деньги на содержание бездомных животных Вот, буквально сегодня будет принято решение Я думаю, что в городской думе О том, чтобы приюты для бездомных собак, к примеру В общем-то, дать помещение Вот, я думаю, что это будет сделано Есть общественные организации И появились, например, такая организация, как Дари Добро Вот, она Именно занимается вот теми вопросами Которые, в принципе, сегодня Очень актуальны для Города Кирова Вот, именно в отношении животных В первую очередь собак В основном они этими вопросами занимаются И у них уже есть Правда, на общественных началах Но Так называемые питомники Вот, поэтому Этот вопрос, он на сегодня стоит очень актуально Ну и с учетом того, что бездомных не должно быть Как людей Так и животных Понимаете? Это тоже, в определенной степени Я бы так сказал Ответственность власти Если власть ответственна И власть смотрит Хозяйственные вопросы На территории того или иного города Или района То таких проблем Не должно быть Вот Их попросту не было Если раньше их Они были Их, допустим, в советские времена Делали отлов Куда и девали Как говорится, это никто Не спрашивал Не замечали это дело А те люди, которые В общем-то держали Тех же самых собак Допустим, в квартирах И так далее Как они держали Так они и держат Вот Но с учетом того, что Заболеваемость сегодня очень большая И переносчиками Являются так же и животные Вот Поэтому Эти вопросы сегодня Надо решать В купе И Соответствующими Структурами Например Ветнадзор Санопитнадзор И так далее Меняю тему Переходим к тому Что вам ближе Поговорим о политике Тут и выборы грядут Да И в УЗС И в Госдуму Но начать хочу с того Что сейчас в Кирове Снова Уже во второй раз Член общественной палаты России Политическая активистка Мария Бутина Я, может быть Не хочу тут На личности Как-то переходить Да Сейчас сформулирую Вопросы Которые хочу вам задать Есть слухи Об этом еще не сказано Напрямую Сегодня будет пресс-конференция Хочу, кстати, нашим слушателям Сказать, что программа У нас в записи Выходит Мы записываем утром ее Выходит она в час дня Сегодня в 12 пресс-конференция На которой, возможно Многие предполагают Что объявится Что Бутину хотят Выдвигать от Кировской области В Госдуму Вот Бутин И какая партия Если не секрет Единая Россия Это политическая активистка Которая провела Полтора года В заключении в США Вот она сейчас ездит Рассказывает о том Как все это было Я хочу вот о чем вас спросить Вот Насколько, на ваш взгляд Правильно Выдвигать в Госдуму Людей известных То есть Играть на фамилиях На каких-то их Жизненных там Обстоятельствах Интересных Но при этом Людей, которые К Кирову Никакого отношения Не имеют Это вы правильно Говорите, Мария И спасибо за такой Актуальный вопрос То, что касается Гражданской Бутиной Следил за этим Моментом Когда Она Была В эмиграции В Соединенных Штатах Америки И участвовала По сути дела В близких Отношениях Друзьях Вернее Была С господином Навальных Она По натуре По тем действиям Которые В общем-то Сегодня В открытом доступе Есть Она Ультралиберал С моей точки зрения Поэтому И полностью С вами согласен Сегодня Не должно быть Депутатов Как говорится От Кировской области Неместных Вот Почему? Потому что Они просто будут Статистами И будут Исполнять То Чего им Как говорится Подскажет Допустим Та или иная фракция С учетом того Что они за территорию Отвечать В большей степени Они не будут И появляться Здесь будут Очень редко Вот С учетом этого Даже взять Сегодняшних Депутатов То Я бы не сказал Что активность Их вот На протяжении Этих Пяти лет Она была Очень ярко Выражена На территории И Какая-то бы Помощь была От этих депутатов Которые В общем-то Выбраны С нашей территории Особенно Членов Совета Федерации Они тоже Не избираются Но они назначаются Один От губернатора Второй От ЗАГС Собрание Отчеты Ну Тимченко Один раз Сделал отчет Даже И Планирует Вроде бы Сейчас Еще сделать отчет Что он сделал Какие В общем-то Законопроекты Принял Какие Ну Какую работу Провел Для того Чтобы Проблемы Территории Обозначить Решить И так далее Вот Я не видел Ни разу Что по телевидению Или на пленарном Заседании Наши депутаты В государственной думе Выступили за Кировскую область От тех проблемных вопросов Которые Сегодня на повестке дня стоят Они бы их обозначили И Поставили так Чтобы эти вопросы Решались оперативно Для жителей Кировской области Ведь Сегодня Депутат И Госдумы И член Совета Федерации Они должны Сегодня И обязаны Как говорится Помогать той территории И тем людям Которые за них голосовали Вот А тут Я не могу Сегодня ничего сказать Потому что Я даже в средствах Массоинформации Кроме Одного Так сказать Азимова Последний год Активности Он проявляет Как говорится Увидели Хоть один раз Кто-то вышел на трибуну И Сказал За Кировскую область Не просто Что там все плохо Но ведь И хорошие моменты Это самое Можно Рассказать И сказать Чтобы она звучала Я не могу Приводить примеры По себе Когда был депутатом Государственной думы Это считаю Что не очень Этично В том плане Что Многие вопросы Решались Но ведь эти-то люди С Кировской областью Связаны Получается Разницы нет Человек известный Или человек кировский Ну И человек известный Это еще не факт Человек должен Работать И работать На территорию Вот Если взять сегодня Фракцию Единую Россию То там одни Сидят Ну как вам сказать Богатые Вот Мне даже Когда был депутатом Государственной думы Управляющей делами Моему помощнику Сказала Как же он попал В депутаты Когда посмотрела Мою декларацию И так далее Вот Поэтому Вот По-моему Этим предложением Все должно быть Понятно И сказано Ну то есть КПРФ В такой практике Пользоваться не готово Я имею ввиду Людей каких-то Известных Нет Почему не готово КПРФ готовы У нас известные люди Во фракции Вот То что касается Нашей фракции Я еще раз подчеркиваю Что единственная фракция Которая представлена Государственной думе Хотя тоже есть люди Состоятельные Но В основном Люди Как говорится Среднего уклада И они Выступают И требуют И предлагают Понимаете Вот И все очень активно Вот нас было В моем созове 92 депутата Я не видел Ни одного человека Который чтобы был Представлял из себя Статиста Понимаете Там сложно очень Получить было Вот у нас Во фракции Сложно было получить Трибуну Сложно было Так сказать Получить То есть вернее Взять микрофон Но на пленарном заседании Никто не запрещает Нажать кнопку И это самое Внести свое предложение Или же Даже это самое Свой Свои мысли Озвучить По тому или иному Законопроекту Вообще наверное Но ведь есть Есть какая-то логика В том чтобы Вот каких-то Известных людей Сначала там Продвинуть в Госдуму А потом уже партии Там продвигать Свои интересы Через этих людей То есть чем больше Мария Логика какая-то Есть Известных людей Но и неизвестные Но активные Я еще раз подчеркиваю И люди Грамотные Люди имеют Определенный Я бы так сказал Опыт работы Допустим В законодательных Органах власти На уровне Района На уровне Области А потом уже Идти в Государственную Думу То есть он Человек должен Прочувствовать На собственном Примере Где и Что и Какие проблемы Вот Почему потому что Мне вот не стыдно Говорить о том Что я был депутатом Государственной Думы Я прошел Определенные Этапы Этого пути Начиная с глав Районов И Как говорится Заканчивая сегодня Советником Геннадия Андреевича Зугана Но я не думаю Что я заканчиваю Свою Это самое Политическую деятельность Действительно Год выборный Собираетесь В этом году Участвовать Ну Это как скажет И решит Партия У нас коллективный орган Поэтому Предложения будут Значит Естественно Буду участвовать Еще вот Раз уж мы тут О Бутиной заговорили Немножко Один вопрос Который Вчера Она сегодня Никакой не депутат С моей точки зрения Хочу вопрос вам задать Я понимаю Подождите Машенька Я договорю Зайдите на наш сайт Сегодня Посмотрите Те фотографии Всю ее деятельность Где она была И что делала Она сейчас в Кирове Обсуждает с Васильевым Пусть обсуждает Вопрос реновации СИЗО-1 Идея перенести СИЗО За город А на месте Значит Того здания Которое сейчас На МОПР Сделать Некое пространство Какое-то музей Или еще что-то Какую-то площадку Вот на ваш взгляд Интересная идея Ну это Это не идея Бутиной Снова хочу сказать Это идея Минюста Которая Если бы она обсуждала Сегодня Политику На территории Кировской области Допустим Экономическую политику Либо обсуждалась В экономической политике Допустим Направление Сельское хозяйство Как живет деревня Сергей Павлович Вопрос Я задала вам О СИЗО На ваш взгляд Идея переноса СИЗО За город Это хорошая идея Ну эта идея Она сегодня Не так актуальна Это тоже надо Сегодня иметь Дополнительное средство И переносить этот вопрос Та сказать За город Вот Это во-первых Во-вторых Это еще надо Посмотреть По безопасности Как это будет Все происходить С учетом Того Что за город Мы вынесем А там Могут быть И определенные Проблемы Я имею ввиду По мерам безопасности И так далее То что касается Сегодня Это вопрос На дополнительные Финансы У нас что Финансов достаточно Конечно достаточно Если в прошлом году Кировская область Не освоила Два с лишним Миллиарда рублей Это как понимать Сегодня Два с лишним Миллиарда Безопасной Качественной дороги На территории Кировской области В прошлом году 680 миллионов Выделяли Рубля не освоено А смотрю ГТРК Подождите Подождите Я вам сейчас Нет Вы расскажите 680 миллионов На что выделяли На дороги Программа БКД Но вы хотите сказать Что ни рубля Из выделенных денег Не освоено Не освоено Нет Подождите Давайте по-хорошему Денег много На дороге В том году Было освоено Расскажите Тогда что Конкретно Не освоено Посмотрите В открытом доступе Бюджет Кировской области Раздел Дорожный фонд 680 миллионов Было дополнительных денег Именно по БКД Дано Кировской области Ни рубля не освоено Далее идет Новостная передача На ГТРК И эти деньги Возвратили Правительство Кировской области Поработало Их возвратили обратно Но они говорят Нам дополнительно Дали 680 миллионов рублей Это как понимать Я еще раз вам говорю В нашей Сегодня Дотационной Глубоко дотационной Области С большим Огромным Как говорится Долговыми Обязательствами Надо обсуждать Два С лишним Миллиарда Не освоено денег С одной стороны Я сегодня Правительству Особенно Это самое Хочу подчеркнуть Минфину Можно так сказать Простить Допустим Миллиард Не допустим А миллиард Если бы это было Не Сэкономлено Мы бы не имели Сегодня возможности Вернее Правительство Кировской области И законодательное собрание Не имели бы возможности Платить заработную плату Бюджетникам На протяжении Трех месяцев Вот Поэтому А второй Это миллиард Не освоен Если взять Даже федеральные программы Ведь федеральные программы В моем Родном городе Советске 127 миллионов Не освоено А собственных доходов 27-28 процентов А когда дополнительные деньги Огромные И никто Никаких выводов Не делает Это просто преступление С моей точки зрения Перед населением Нашей С вами Родной Кировской области Поэтому Я не могу Сегодня Сказать И подчеркнуть Что вот все у нас Хорошо И замечательно Есть некоторые Яркие вопросы Которые В принципе Сегодня Их можно И подчеркнуть Если взять социалку Она более-менее По всем программам Не более-менее А прошла За исключением Одной программы Где выполнена По сути дела Федеральная программа По строительству Детских садиков И по приобретению Детям Сиротам Жилья Это Конечно Мне очень больно Говорить На советский район Единственный Кто не освоил Деньги На приобретение Жилья Детям Сиротам Там же суды Идут По этому поводу Вот И там сейчас Уголовное дело Есть Это самое идет И оно Насколько мне известно На контроле У самого Александра Ивановича Бастрыкина Вот Поэтому Ну как-то медленно И тихо идет Как говорится Но и Я думаю Что это все Приведет Придет все равно К общему знаменателю Но единственный район Не освоил деньги Понимаете Газификацию взять Не освоение денег У нас 46% Всего лишь Самогазифицировано Кировской области Это как понимать Сегодня Выделялись деньги Правительство Это самое Запросило Законодательное Собрание Так сказать Утвердило Но деньги То не освоены Если взять Мозе родной Советский район 37 миллионов На газификацию Было отдано Никто не пошевелился Понимаете Вот Вернусь все-таки Сергей Павлинович К выборам О которых Мы начали говорить Давайте к выборам Тогда вернемся Мария Значит Во-первых Недавнее решение Как раз Зак собрания Да Агитацию в интернете Можно будет теперь Блокировать без суда Значит Вот это вот История Принятая Большинством В ОЗС Да На ваш взгляд Это к чему Все Ну блокировать Там С моей точки зрения Я как раз Был на съезде На этом пленарном заседании Не был Но был на совете законодателей Задавал вопросы И Круглов не ответил На этот вопрос Это касательно Телеграм-каналов Вот То есть блокировка Там действительно Это телеграм-каналы Они Ну в какой-то степени Дают информацию Но эта информация Не проверена И порой Идет она даже Это самое Разрез Я бы Здравому смыслу Поэтому Вот Я только понял Из этого законопроекта Что будут блокировать Телеграм-каналы Вот А не Допустим Там не сайт И так далее А почему бы нельзя Агитировать сегодня У нас это открытый доступ Наоборот Если бы Мария У нас Пришло На выборы Сегодня 80% Я бы Как говорится Был очень доволен И все были бы Очень довольны Люди зря Не ходят на выборы Поэтому вот мы Имеем То что имеем А сегодня 20% у нас На выборы Всегда ходило Они там Надувают И говорят о том Что у нас Вот там 50% И так далее Да нет Это чушь полная Поэтому Я считаю Что и обращаясь Ко всем жителям Кировской области Надо ходить на выборы Это мирный путь Перехода к власти И мирные вопросы Решения тех проблем Которые сегодня Годами уже назрели Но не решаются И никогда не будут решаться Если люди будут Пассивные И сидеть Так сказать У себя на кухне И митинговать А дальше кухне Этот митинг В общем-то Он никуда не выходит И никто ничего не делает А почему пассивный Это на ваш взгляд А почему Потому что вот Вот эта система С 90-го года С моей точки зрения Она коллективный разум На протяжении 30 лет Вытравила На территории Особенно русских регионов Я не говорю Я проехал Северный Кавказ В 18-м году Я посмотрел В той же Чечне Коллективный разум Не вытравил Да во всех Это самое Республиках Северного Кавказа Коллективный разум Присутствует Что меня Очень радовало И радует Сегодня А вот Если взять Русские регионы То Вот этого Коллективного разума По сути дела Нет Если бы мы Приходили На участки Сложно было бы Сфальсифицировать Некоторые люди Говорят Так это знаете Ну вроде Все умные Все грамотные Все закончили школы Вузы Техникумы И так далее Но они говорят о том Что А что от нашего Голоса зависит От каждого Голоса зависит От численности Если кто-то Не приходит За него Эта власть Голосует Даже покойники Голосуют И таких примеров Масса По сути дела Поэтому Выборы Это тот рубеж Который Мы должны Все Жители Кировской области Пройти Очень активно А чтобы И не дать Власти Фальсифицировать А вот эта вот История С многодневным Голосованием Так понимаем Что готовится В этом году Да Страна К нему Потому что Опять же Идут там Некие изменения В законодательстве Вот на ваш взгляд Вот эта вот история Это Это хорошо Это приводит К тому Что больше народу Придет На участки Или есть здесь Подводных камней Нет Тут подводные камни Есть В негативном плане Почему Потому что Если взять Сегодня голосование По конституции Российской Федерации То на территории Кировской области На пеньках Голосовали Как говорится Голосовали Как кто голосовали Вот допустим Во дворе Где я живу Приезжала эта машина С урнами Стояли там Но никто не подходил А они все равно Туда бюллетени вкинули Никто не подходил Это я вам Это само Как очевидец Я вот подошел С ними поговорил Хоть у вас Какая активность В голосовании Они улыбаются Но ничего не говорят Это избирательная комиссия Вот А с учетом того Что три дня Это полная чушь Это переходим На американскую систему Голосования Которая по сути дела Привела уже И приводит К определенным Негативным А вы как-то КПРФ готовиться К тому Чтобы не знаю Наблюдать Или еще что-то Безусловно Мы к этому готовимся Мы Естественно Всех призываем И будем призывать Чтобы шли голосовать В последний день Чтобы не дать Сегодня Фальсифицировать Тем Структурам Которые ответственны За тот Или иной участок И которым Будут нарезаться Это прямое Мое мнение Будут нарезаться Определенные Так сказать Проценты Вот А для того Чтобы сохранить Эту власть Потому что Негатив Идет Очень большой В отношении Той же Правящей партии Под названием Единая Россия По сути дела Сегодня Протестный Электорат Он очень большой Он расширяется С каждым днем С учетом Определенных Экономических обстоятельств С учетом Того же Коронавируса И так далее Вот Ну мы Мониторим Сегодня ситуацию Если бы Выборы Состоялись Завтра У нас было Вернее У нас Как говорится Сегодня 30-35% За нашу партию На территории Кировской области Вот То что будут Сейчас дурить Головы людям И говорить о том Что вот там Компартия имеет 15-17% Это не так Мы проводили И независимая Так сказать Структура Которая имеет Соответствующую лицензию Она дала нам Такие цифры Вот Поэтому Я еще раз подчеркиваю Конечно Год выборный Год сложный Тем не менее Это идет Я бы так сказать Биологическая война На территории Российской Федерации С учетом того Что правительство Российской Федерации В основном Наш Ученый мир Отработали Неплохо В этом направлении Я бы так сказал Вакцину Сделали И в принципе И очень активно Идут прививки И в Кировской области Это Своевременно Я считаю И конечно Мы много потеряли Сегодня Я имею ввиду Вы делали Кстати Люди Нет Я не делал Я переболел И пока Не советуют Этого делать Вот Поэтому Это конечно Это зараза Которая выведена В Соединенных Штатах Америки Вчера смотрю Господин Володин Прямо на Совете законодателей Заявил Что надо провести Определенное расследование На Международном уровне Откуда же Все таки Эта болезнь Появилась Ну вот пока Расследования нет Не будем заявлять Да наверное Мы то не будем Мы же Как говорится Сегодня не относимся К верховным органам власти Мы на рекламу Сходим сейчас Давайте Продолжается программа Особое мнение У микрофона Сегодня Мария Кожевникова А в гостях У нас член Центрального комитета КПРФ Первый секретарь Кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев Сергей Павлович Продолжить хочу Все таки Разговор о выборах Предстоящих ОЗС Не только Госдума Но и ОЗС В этом году Избирается Вот на ваш взгляд Обновится ли состав Может быть Есть у вас предположение На сколько процентов Он обновится Разговаривали ли вы Со своими коллегами Много ли Тех Кто сейчас работает Хочет идти снова И вообще на ваш взгляд Нужно ли Обновление Какая-то свежая кровь Нам нужна В конце концов Она нужна Но она нужна С моей точки зрения Чтобы люди были активны А не статисты Я на протяжении Вот этих Пяти лет Посмотрел Допустим Единая Россия Я не слышал Многих Даже как они Какие Строят Предложения Как они могут Говорить Как они могут Защищать Ту или иную Территорию Депутата Законодательного Собрания Я их Просто-напросто Это мое Мое мнение И мой термин Это Кнопкодавы Кнопкодавов Не должно быть Сегодня на Законодательном Собрании Все-таки Законодательное Собрание Это Веть власти Которая Стоит По сути дела По иерархии Выше Чем исполнительная И с учетом Того Что Ну Подтверждаю Своё мнение Тем Что например Кто Сегодня Формирует И утверждает Бюджет Кировской области Это законодательное Собрание Законодательное Собрание Сегодня Законопроекты Те которые В общем-то Вышли из-под Пера Законодательного Собрания Это правила Нашей с вами Жизни На территории Нашего с вами Региона Конечно Опытные кадры Должны быть Вот И В законодательном Собрании Активные люди Должны быть В этом направлении И отставить То или иное Направление Если есть Государственный Сегодня вопрос Который Надо Необходимо Решать К примеру Развязку Сделать Так сказать Автомобильных Дорог Короче До Соседних Регионов Всего-то Надо 80 Миллионов И 5 Километров Сделать Этой Дороги Но на протяжении Последних Десяти лет Вот Пример Это В Плодмуртию Нет Это В Татарстан Мариел Вот Там 5 Километров Дороги Не сделала На 100 Километров Будет Эта Дорога Короче И Ведь Любая Экономическая Составляющая С чего Правильно Вот Поэтому Или ты 100 Километров Дополнительно Едешь Как говорится Затраты Огромные Несешь На топливо На Как говорится На зарплату И так далее Про какую дорогу Вы говорите Это дорога В советском районе Шаваржакит-Арьял Там 5 Километров Не сделано С 2000 Года Много ведь У нас таких В Уржумском районе Есть Нет Это другие дороги Которые не дают Вот таких Так сказать Развязок Я согласен Они тоже должны быть Вот В Уржумском районе Там допустим 7 километров Надо Но там надо Мостовой переход Делать Вот И с учетом того Что Уржумский район Он не дает сокращение Как говорится Расстояние Допустим А этот вопрос Поднимается Да Постоянно поднимается И господин губернатор Мне подписал Даже соответствующую Резолюцию Наложил Что делать Это уже прошло 4 года Никто ничего не делает Проект на смертной Документации есть Ее надо обновлять Естественно С 2000 года Сейчас уже Не 5 километров Там будет А напрямую Так как колхоза нет Напрямую Можно сделать Где-то на километр 200 метров Примерно Сократится расстояние Будет 4 километра А есть некоторые вопросы Которые Это само решается Дорога идет В никуда Но туда бросают деньги Лоббируют Эти Так сказать Свои интересы Допустим Те люди Которые Сегодня В законодательном Собрании Не находятся Они Лоббируют Свои личные интересы Убежали мы с вами Интересы бизнеса Но это тоже Это самое неплохо Но Вот этот-то вопрос Государственного плана Вот Поэтому Я вам Яркий пример Привожу А то что касается Депутатов Естественно Должны быть активные Самые профессиональные Имеющие опыт Определенной Так сказать Трудовой деятельности И от бизнеса И от Других категорий Так сказать Граждан Которые Должны Это самое Сегодня решать Эти вопросы Допустим От здравоохранения От образования Там часть депутатов Должна быть Но 2-3 депутата Те же люди Которые сегодня Должны И обязаны Депутаты Смотреть По экологическим вопросам На территории Кировской области Ведь у нас сегодня Беда Вы слышали Наверное По телевидению Показали Что у нас Фенол Так сказать Появился В воде Которую мы Каждый день С вами Руки моем Умываемся Это самое Некоторые Применяют Пищу И так далее А если Пришли жулики И воры Пример Расскажу 3 с лишним Миллиарда Закопали Для того Чтобы Это самое У нас Вода была Нормальная Водовод делали Помните Кумену Киров Вот А и никто К этому вопросу Не возвращаться Огромные деньги Потрачены Что с этим Водопроводом Никто не может Двух слов Связать И сказать Да где тогда Власть-то она Они должны Расследовать Они должны Так сказать На это дело Направить Потому что у нас 90 процентов Нашего с вами Организма Это составляет Вода Качество Зависит Это самое Наше с вами Здоровье От качества воды Вернемся Давайте к выборам Все таки Вот интересно Как это все Будет проходить Вот смотрите Будет интересно Будет снова Знаете Мария Будут И запреты Будут Как говорится Незаконные действия Это обязательно будет Будет власть Отвязываться В этих вопросах Потому что Она сегодня Обязана Как вам сказать Сохранить Ту структуру управления Которая сегодня есть Но ее надо сохранять Но надо обновлять Сегодня Людьми Не такими статистами Которые Еще раз говорю Дают бумажку Они читают И первый раз Нажимая кнопку Их слышишь в зале За 4 За 5 лет Понимаете Это что за депутаты Если по каждому законопроекту Ты должен его изучить И это самое Высказать Не только собственное мнение Но и мнение Тех избирателей Которые за тебя голосовали А если ты сегодня сидишь Просто пришел И носишь значок на ласкане То это не депутат Знаете Депутат это не человек Я говорю Это слуга народа Если это не будет этому Сегодня Способствовать Тот или иной гражданин Который пойдет на выборы А будет отстаивать Только свои личные интересы И лоббировать Некоторые направления Для того Чтобы обогатить себя Это не депутат Я считаю Это просто-напросто Нельзя таких людей Сегодня допускать к власти А вообще Мария Я хочу сказать Коммерческим структурам Сегодня во власти Делать нечего Они не должны Сегодня Это если они идут То они не Забыть должны О своем кармане А у нас с вами Посадок в прошлом году Вернее арестов Мы видели Негативное Это Действие В отношении Так сказать Тех людей Которые работали В правительстве А сегодня Они под уголовными делами А почему Потому что это связано С личной наживой С тем обеспечением А вдруг я завтра уйду Чтобы у меня был Плацдарм Но это неправильно Сергей Павлович Есть какие-то Оппозиции Эта идея Как противостоять Как больший процент Занять в ОЗС Может быть Вот объединяться Можно как-то Выставлять Какого-то единого Кандидата На участках Эти вопросы Будут решаться И они будут решаться У нас оппозиция одна Это наша партия Я еще раз вам говорю Вы посмотрите Вы как-то С остальными Контактируете С остальными Контактируем Я хочу Машенька Вам сказать О том Что сегодня Единая Россия Справедливая Это Вернее Справедливая Россия Единая Россия ЛДПР Это ЛДПР И Справедливая Россия Это сателлиты Единой России Вы посмотрите Спектр Там людей То есть Объединяться С этими партиями Вы не готовы Почему Эта партия Сегодня парламентская Если у Справедливой России Замеры сделали И не хватает Так сказать До 5% Я имею ввиду На федеральном уровне То они Попросили Две партейки Чтобы к ним Еще присоединились Которые Отбирали голоса В первую очередь У кого У компартии Понимаете Смотрите Вот эту историю А если мы Естественно Будем вступать В переговоры Там где увидим Это самый Сильный Достойный Кандидат Почему не поддержать Но естественно Надо проговорить И с этим Кандидатом И с партией Эти вопросы Они Так сказать С повестки дня Не сняты Вот И не будут сниматься А с учетом Того Что мы Единственная партия Которая сегодня Уже Нарицательная Это Единая Россия Ну Единая Россия Вы Мы Это все Вот Вы едете на улицу И скажите Вы будете голосовать За Единую Россию Да вы что Скажите Мы не будем Этого делать Мы И начнут Полоскать А ведь Они Даже Вот Власть Сегодня К людям Боится Выйти Вот 1 мая К примеру Вот Сегодня Идет 1 мая Запретительные Меры Вроде бы Послаблены Сняты Открыты Рестораны Открыты Дома Культуры И так далее А там тоже Массовые мероприятия Понимаете Там тоже Массовые мероприятия Надо как Понимать Массовых Мероприятиях Что к этому Относится К массовому Мероприятию Относится Тот же Это самое Культурное мероприятие Оно тоже Массовое Массовый характер Носит Базар Сегодня На нашей площади Тоже массовый характер Носит Я правильно понимаю Что КПРФ Сейчас по-моему Отстаивает Возможность Проведения Безусловно Мы отстаиваем Пошли в суды Вот Один суд Пока не В пользу нас Вынешнее решение Будем обжаловать Во всей инстанции С учетом того Что даже закон Трактует Каждый человек По-разному Но у нас закон Один для всех А к 9 мая Как готовить А к 9 мая Если сегодня Страна объявила Вот было у нас 22 апреля День рождения Владимира Ильича Ленина Открыли Мавзолей 3000 человек В том числе И я участвовал Вот И никто Никому Массовое мероприятие В Москве не запретили А в регионах Это самый беспредел Тот же Праздник 1 мая Он имеет Тысячелетнюю историю По сути дела День международной солидарности Трудящихся Вот И сегодня нам его запрещают Мы же будем Соблюдать Те меры безопасности Которые сегодня Есть По существующей В общем-то По существующему Моменту В масках люди придут Дистанция будет сохранена Зачем запрещать Минутка у нас буквально остается Еще один вопрос хочу задать Буквально вчера появились Доходы депутатов ОЗС В открытом доступе Мы все посмотрели Смотрит их весь регион Вот Как депутаты И лично вы Относитесь К необходимости Такие данные Публиковать Ну Я отношусь к этому Очень положительно Надо публиковать Надо смотреть Доход каждого Это само Человека От народа Не только от народа И в исполнительном органе власти Чтоб не было Это само Определенных вопросов И не задавали тебе Что ты там такой вот Рассекой И так далее Но депутаты-то в основном Деньги как раз не из бюджета получают А вот наверное интересно А вот деньги чиновников Это интереснее Машенька Я тебе прямо скажу Я работаю на общественных началах Я только один период Год работал на Постоянной профессиональной основе Это был 2011 год Когда меня избрали Вице-спикером А так я на общественных Началах работаю У нас там Сегодня 96 миллионов Рублей на Организацию работы И на содержание Законодательного Собрания Вы кто думаете Пользуются этим Две партии Ну и то партия ЛДПР Она там по Остаточному Признаку С моей точки зрения Работа А если в других регионах Сегодня депутаты Даже получают Заработную плату Почти во всех регионах Я не знаю Кроме Кировской области Проехал Будучи депутатом Государственной думы Много регионов Я такого не видел Безобразие Которое Сегодня Есть у нас На территории Кировской области Статус Сегодня Законодательного Собрания С учетом Личностей Он очень сильно Занижен Не то что Занижен Растоптан По сути дела Поэтому Я не знаю Как депутаты Законодательного Собрания Следующего созыва Будут себя вести Но я думаю Что этот Статус Необходимо Его повысить И поставить На тот уровень Который сегодня Предписал законодатель Последний вопрос Сергей Павлинович По поводу Зарплат чиновников Еще хочу спросить Посчитали мы Министры Примерно Получают По 170 тысяч Рублей в месяц Вот на ваш взгляд Эта зарплата Достойная Достаточно Нет Эта зарплата Очень достойна По нашим меркам На территории Кировской области Но ответственность Должна быть Должна быть Это определенное Качество управления Должно быть Сегодня у этого Министра Как говорится Если он взял Какое-то направление Он должен Как рыба в воде Себя чувствовать И решать вопросы Олег Кастин сказал Что меньше Это нельзя платить Иначе воровать начнут А так воруют Вы что думаете Не воруют Я вам массу Могу привести примеров Еще раз хочу напомнить Дорогая Мария О том Что это Шесть человек Сегодня находятся Под уголовными делами А что это На 100 тысяч Мы должны здесь работать Как они говорят Да на 100 тысяч Это нормальная зарплата Это По сути дела Сегодня Если бы Каждый у нас Получал по 100 тысяч И цены были Умеренные То люди Не было бы Такой нищеты Не было Будем заканчивать на этом Если начнем говорить О шести Об этих уголовках То нам еще на два Особых мнения Разговора Хватит Спасибо вам большое За разговор Доброго дня Всем хорошего дня Спасибо огромное И до свидания До свидания Особое мнение На 101FM